Согласен ли я с выражением учить дурака только портить? Любое выражение это про тебя, если ты вот это про тебя. Это есть ты. То, что управляет тобой. Любое выражение, поговорка, любая как бы поверье, любая примета, любая концепция, любое умозаключение, любое знание, любая таковость. Вот что это так и не как. Вот так оно. Вот типа все. Оно начинает тобой манипулит. Ты уже становишься буратиной в руках любой поговорки, любого выражения. Вот, потому что учить дурака, это какого дурака? Единственное, дурак это ты. Всегда ты. Только ты. Никого кроме тебя нет. Поэтому всегда задаваю вопрос. Про какого дурака идет речь? Про того, которого я хочу видеть, что это дурак, чтобы не видеть дурака в себе? Или этот дурак я? И все поговорки про тебя. Все поговорки про тебя. Все выражения – это ты. Воплощение этих выражений, любого выражения. Это надо помнить. Это надо помнить. И только это можно знать. Ваня, здравствуйте. Расстались с девушкой. Она нашла друг друга. Я это уже читал. Но меня затягивают ужасные мысли. Я не могу ее отпустить. Залипаю. Ну и хрен с тобой. Всем насрать. Всем насрать. Жизни отлично. Вообще Богу только вот и нужно, чтобы ты обосрался. Хоть и знаю, что не хочу. И мне это нужно. Чего-то спамишь. Вот пиши нормальную в одну строчку. Зачем вот так вот как придурок писать? Да. А нельзя отправить длинное сообщение? А ну, сори. Но все равно короткими фразами. Вот длинные. Почему? Он отправил длинные. Ладно. Как отпустить этого человека? Ведь с другими девушками я не могу быть на сто процентов. Думаю про бывшую постоянно. Еще постоянное желание как-то выпендриться перед ней, чтобы что-то показать. Очень устал от этого состояния старания что-то из себя показать. Ну и так и будет. И так и будет. Потому что ты вот выбрал этот... Ну так выбрал у тебя идея вот этого ублюдочного существования чего-то. Ну тоже через это прошел. Вот видишь, где-то к пятидесяти только вот начало что-то вот попросеиваться. Если у вас это раньше это получится, вообще шикарно. Буду считать жизнь прожитой не зря. А так, ну что могу сказать про это? Ублюдочное существование, попытка все время чего-то там... Вот это вот видение, как ты, как какая-то говняшка, козявка, пытается что-то себе сделать приятное. За счет кого-то. За счет девушки, от которой ты что-то требуешь, что-то хочешь от нее. Отпусти ее. Отпусти. Проявися свою мужественность. Будь смелым в этом поступке своем. Отпусти то, к чему привык. Отпусти то, к чему присосался, как вот этот спиногрыз ребенок, который с ними сисью хочет. Отпусти. Увидь себя. Вот это достоинство, вот это божественное. Оно бессмысленно. Оно ни к чему не применимо. Это просто ощущение. Оно... Оно ты в этот... Это свобода. Ты становишься властелином этой вселенной. Ты... Ну оно тоже не статус так себе. Ответственность за все абсолютно, да, за свою вселенную. Быть вдруг в ответе за все, что здесь происходит. Нихуя себе, что за... Как это называется? Начальник склада или как там? Какой-нибудь завхоз. Ты завхоз этого питомника всего, который ты создал. Вот этого. Ты всего лишь завхоз. А те, кто не осознал свое вот это величие, ну вот это вот... Того, что ты властелин мира. Того, что ты... Ты... Да? Тайный кардинал всего. Ты вершишь судьбу мироздания этой планеты. Ты вершишь историю. Ты влияешь на эволюцию. Все. Ты завхоз. А те, кто не помню, не знает этого. Да? Те, кто не властелин. Те, кто не управляет этой реальностью. Пассажиры. Они кайфуют. Они вообще... Ну как... Пассажиры первого класса. Ты водитель автобуса. Ты везешь. Ты хозяин этого мира. От тебя зависит жизни всех-всех-всех людей на этой земле. От тебя зависит. А лучше забыть, да? Чтобы, ну, тоже в автобусе ехать. На пассажирском сидении. Чтобы ехать. И тебе подносили коктейльчики. Предлагали там покушать, принести, унести. Ты король. До тех пор, пока не знаешь, что ты хозяин. Ты построил этот мир. И чтобы им насладиться, ты забыл, что ты его построил. Иначе как ты будешь, ну... Ты не сможешь покайфовать. От тебя будут все требовать. Нам этого не хватает. Нам это нужно. Как от Бога все требуют, да? Вот тут не работают. Тут сделай. Тут почини. Тут это... И ты будешь носиться и только всем пытаться угодить. И не насладишься этой жизнью. Поэтому ты и забыл об этом. И не понял. А сейчас задаете вопросы. Как? Как? Задавайте их тем, кто вам решит ваши проблемы. Если у вас кран течет, вызывайте сантехника. Зуб болит. К зубному идете. Живот болит. Таблетку выпиваете от живота. Идете в аптеку. Девушку забыть не можете. Ну, блядь, тоже каких-нибудь блогеров придурошных смотрите. Они вам там рассказывают. Или идете к ведьме. Она вас там... Наколдует вы забудете. Или приворожите обратно ее. Дальше что? Страдаете? Больно вам? Ну, идите поплачьте кому-нибудь. Он у вас там. Пожалуйтесь кому-нибудь. Маме пожалуйтесь. Она вам там. Сыночек бедненький ты мой хороший. Друзьям поплачьте. Позовите ей какую-нибудь подругу старую. Начните ей плакать, а потом ее выбейте в конце вечера. Я такой думаю, подумайте, что так можно было? Нифига себе. Ну, много кайфушек, которые вас отвлекут от того, что ты не можешь забыть кого-то. Сначала... Вот, пользуйтесь всем. В интернете. Как забыть девушку? Напишешь, тебе все показывают. Или вот этот вопрос... Ответ на этот вопрос от меня, он влечет за собой ответственность. Не только за эту девушку, не только за свои ощущения относительно девушки, а вообще за всю жизнь всех людей на земле. Потому что то, что происходит, эти люди отражают тебя, отражают то, что делаешь ты. Не хочешь, чтобы они делали так, не делай ты. Если не видишь, что ты так делаешь, значит, посвяти свою жизнь тому, чтобы это увидеть, чтобы это обнаружить. Потому что это так, по-другому жизнь никак не складывается и не сложится никогда. Она идет только от тебя, как отражение. Хочешь, чтобы изменилось? Я тебе говорю, не хочешь. Не хочешь. Оно происходит так, как ты хочешь. Ты хочешь страдать, хочешь обсеразить, хочешь, чтобы тебя бросали, хочешь все время думать, мучиться. Вот это то, что ты хочешь. Это вот это королевское существование, вот это существование высшее общество. Наслаждаться всеми дарами, созданными Богом. В полной мере. Как наслаждаться? А это значит делать все. Мучиться, страдать, ненавидеть, любить, хотеть, мечтать, плакать, смеяться, попадать в жопу, из жопы вылазить, стремиться, достигать. Все, 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 все. Переживать, умирать. Опять заново рождаться. И все это вот, вот это вот проживание. Или божественный путь. Когда ты хлоп и понимаешь, что все это создаешь ты. И тебе это больше не колышет. Вот выбери, что тебе интересно. Хочешь не страдать, выбирай божественный путь, значит, ты и любить не будешь. А у тебя все это исчезнет. И исчезнет. На тебя все станет ровным. Ну, не интересно, как в матрице, да? Только дайте пилюльку, чтобы я забыл обо всем. Или вот этот центр держи. То, что ты все это создаешь и играй. То, что ты переживаешь. Продолжай переживать. Продолжай страдать. Но помни, что это не настоящее, что это просто программа переживания. Программа, вот это волнение. Ты персонаж. Это просто роль. Это так сложилось. Так композиция сложилась. Это часть этой композиции. Вот и все. И пометуй. Вот то, что называется духовный путь, тоже программа. Берешь и эту мантру ловишь, и пометуешь эту мантру. Каждый день. И все, и ты и наслаждаешься этой жизнью. И понимаешь, что ты все это создаешь сам. Что приготовил, то и кушаешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!